Встретил её, она была чистая и невинна, как полевой цветок. Он охмурил её ложными надеждами, и глупая девочка поверила ему. Он обещал ей, что они снимут для себя комнату, но когда к нему пришла та красотка, он загорелся энтузиазмом и теперь живёт с ней. Но почему? А вы знаете мою Мерседес? Она очень красивая. Настоящая жизнь для меня это когда я встаю рано и знаю, что меня ждёт масса дел. Нужно всему научиться, потому что раньше я была неумехой. Я даже не знала, как сварить кофе или сделать яичницу. Мне пришлось научиться всему этому. К тому же я должна бороться за любовь Мигелона. Вот так-то. Что значит бороться за его любовь? Ты разве ещё не уверена в нём? Нет. Но однажды он будет только моим. И он скажет мне это. Он скажет это... Взяв мои руки в свои. Я живу ради этого, Алехандро. Ради этого момента. Только любовь наполняет жизнь смыслом. Любовь. Да, братец. И ты не должен отвергать Марии Эмилию. Ты должен бороться за её любовь против всего и против всех. Нет. Это бесполезно, Лаурита. Я просил Марии Эмилию простить меня много раз. Но она решила вычеркнуть меня из своей жизни. Мария Эмилия не любит меня. Поэтому я сдаюсь. И я собираюсь жениться на Марсии. Что? Этого не может быть, Алехандро. Мама уверяет, что Марсия подходящая женщина. Я подумал, что она права. Знаешь, Марсия всегда была рядом со мной. Она ждала меня, чтобы простить и принять. А Мария Эмилия... Похоже, у неё много претендентов на моё место. Кто он такой? Директор больницы, в которой лежали Гуччо и бабушка Мария Эмилия. Но я видел её и с другими. А ещё тот тип Лало, он давно влюблён в неё. Ну, Алекс... Я не знаю, на кого упадёт её выбор. Но это буду точно не я. Алекс ещё не вернулся? Конечно, он там. Он не упустит ни одного шанса прибежать к Марии Эмилии. Но у него веская причина. Был бы повод. Успокойся, Марсия. Я так боюсь этой женщины. Такие знают, как окрутить мужчину. Ай, Йоланда. Прости. Язык мой, враг мой. Извините. Что такое, Инесс? Извините, сеньора Йоланда. Я хотела попросить у вас разрешения. На что? Пойти на прощание с той сеньорой. И ты туда же, Инесс. Да что с вами со всеми? Никому нет дела до страданий, которые причинили мне эти люди. Простите меня, сеньора Йоланда. Но о мёртвых либо хорошо, либо ничего. Прекрасный ответ. А ты не думаешь, что у Йоланды достаточно причин ненавидеть их? Или ты собираешься упрекнуть её? Прекрати, Марсия. Что вы скажете, сеньора Йоланда? Ты свободна в своих решениях. Иди, если хочешь. Я ненадолго. Я ненадолго. Подожди. Я отвезу тебя, Инесс. Алекс мой жених, и я должна быть рядом с ним. Что случилось? У Марии Эмилии разбито сердце. Да, она обожала эту старуху. Да. Она так расстроена. Она не смогла быть с бабушкой в её последние минуты. Это её сестра виновата. Да, это Моника Чудовище. Она была там с тем мужчиной, с отцом Алехандро Агиро. Но бессовестная. Бессовестная? Мегелон. Вот кто бессовестный. Он явился туда со своей девицей. Бедная моя доченька так расстроилась. Не переживай. Я приготовил одну хитрость, которая точно сработает. Ох, уж ты мне со своими хитростями. Бедная Мерседес теряет почву под ногами. А я всё плачу и плачу за твои дурацкие услуги. Это я возьму на себя, Астелита. Ты не потратишь ни гроша, клянусь. Вот увидишь, это сработает. Нет. Оставь мою Мерседес в покое. Слушай. А что, если нам помочь Марии Эмилии вернуться к Алехандро Агиро? Я ухожу. Не могу смотреть, как этот идиот сидит рядом с Марией Эмилией. Ты даже не попрощаешься с ней? Нет. Думаю, она и не заметит, что я ушёл. Она не удостоила меня даже взглядом. Пока. Я думаю, что вам стоит. Вы всё ещё любите его? Простите. Я не должен был спрашивать. Это неподходящий момент. А почему Рита не пришла? Она же часть нашей семьи. Она должна быть здесь. Братишка, не грусти. Твоя бабуля должна была умереть рано или поздно. Да, к тому же она умерла не самой плохой смертью. В своём доме, где она пила шампанское. Как и мечтала. Тише, братец. Умереть так – счастье. Нам нужно смириться. Что ещё нам остаётся? Смотри, кто пришёл, Гучо. Мои глубочайшие соболезнования, Гучо. Спасибо. Спасибо. Что? А мне ты ничего не скажешь? Она была и моей бабушкой, потому что мы с Гучо женаты. Прости мои соболезнования. То, что ты натворила, – это безумие. Как ты можешь, дядя? Ты сделал кое-что похуже. Я мужчина. И к тому же зрелый мужчина. Именно поэтому тебе не мешало бы быть разумнее. Я, по крайней мере, не бросала никого. А ты бросил жену. Детей. А как же твои родители? Они не в счёт? Они дали тебе всё. Конечно. Всё, кроме любви. Я пойду к Марии Эмилии. Извините. Мария Эмилия, мои соболезнования. А где моя блондиночка? Кажется, вышла. Я должен идти. Хорошо, что ты пришла, Литисе. Позаботься о ней, пожалуйста. Хорошо, доктор. До свидания. Берегите себя. До свидания, доктор. Спасибо. Надеюсь, мы скоро увидимся. Ты разве не помнишь, что я предпочитала ваш дом моему собственному дяде? Не помнишь, что большую часть времени я проводила у вас? Что я всегда делилась своими проблемами с тобой и тётей Йоландой? Ты никогда не задавался вопросом, почему я предпочитаю вас своим родителям? Ну, я думал, это естественно. Наши дома разделял лишь общий сад. Это не объяснение. Ваш дом был убежищем для меня. Да. Я бежала из своего дома. Мне хотелось почувствовать счастье, которое царило в вашем доме. Ты всегда преувеличивала, Лаурита. Дядя, Артензия и Эстебен создали прекрасный дом. Да. Склад мебели, украшенный умелым дизайнером. Холодный, без души, без тепла. Мне такого не надо, дядя. А что у тебя есть сейчас? Правда, не украшенная дорогой обёрткой. Счастье, за которое я должна бороться. Сама, без чьей-либо помощи. Я хотела поговорить с тобой. Почему ты пришёл сюда с этой блондинкой? Ты боишься её, да? Я боюсь. Чепуха, я мачо. Почему ты сделал это? Что? Ты знаешь, о чём я. Или ты не знал, что я буду здесь? Зачем ты привёл её сюда? Показать её моим друзьям? Зачем? Я не мог отделаться от неё. Мне пришлось бы побить её, а это не в моих правилах. В твоих правилах? Выставлять меня на посмешище. Но я же брал тебя на свадьбу. Теперь её очередь.